Все про дела спрашивают. А какие дела? Главное дело это благовестие. Что? Главное дело должно быть благовестие о Христе. Господь послал учеников своих идите и проповедуйте Евангелие. Какого здоровья? Да слава Христу, обижаться нельзя. Слава тебе, Господи, слава тебе. Здравствуйте. Он молится, он молится, он перекрестился. Что так весело вам? Как дела? Как дела? Все спрашивают дела. Какие дела? Главное дело это благовестие, угождать Богу. Тихо, тихо, что главное дело? Самое главное. Какое? На благовестие идти. Короче, а знаем. А сколько до Пасхи осталось? Ну, Пасха будет 20-го, да, тихо? Третье. Три недели осталось. Ну, а ты что такой дедушка? Мы пришли для благовестия в это опасное место, место тьмы и мрака, с чем занимаются тут люди. Чтобы им благовествовать о Христе, что Господь умер за грехи людей и ждет покаяния. Дабы они вылезли из этой ямы с Божьей помощью. Вот, скажите мне, пожалуйста, вы же православный, да? Конечно, православный. А вот если бы у меня маленький ребенок умер, и можно фотографию ставить на могилку ребенка? А зачем? А нельзя? Нет, а зачем? Ну, ставят же на могилку фотографии. Никакой роли это не играет. Хоть одну ставь, хоть не одной. Человек умер, книга закрылась. Ну, она же маленькая, она же ангелом, да, осталась? Ну, Бог знает, она крещена была или нет, тут все надо высчитывать. Ну, а почему? Не было. Ну, ей было два месяца, она еще маленькая была для крещения. Ну, маленькая, а крестят восемь дней. А, да? Да. Вы Евангелие считали? Нет, не считали. Вы даже Евангелие не считали? Странно довольно. А то что за книга? Библия. В вашем городе есть храмы. Почему не приобретете Евангелие? Ну, а если вот, смотрите, допустим, если б я не крещеный, и ребенок как бы не крещеный, и, ну, был, а можно мне сейчас идти креститься? Можно. Только вы там со священником посоветуетесь. Вы должны уверовать, что за вас умер Христос. На кресте был распят. И веруя в Него, мы получаем прощение грехов. С условием, что мы никогда на прежнем возвращаться не будем, а жить по Божьим заповедям. А вы где живете? В Барнаул. В Алтайский край. А, да, я спускаю. А у вас есть возможность зайти в Ютуб? Не, нету. Нету, да? У нас очень большой канал, могли бы вы там посмотреть многое. Мы деревню строим православную. Ютуб называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». На кого там подписываться? Ну, Игнатий Лапкин, это я. Вы просто поставьте «Во свете Библии» и зайдете туда, Игнатий Лапкин. А если думаете по скайпу поговорить, просто в скайп заходите, мою фамилию поставьте, имя, и вы сразу на меня выйдете. Когда у вас будут вопросы, вы серьезно задумайтесь о жизни вечной. Здесь мы в гостях в этой жизни. Это все быстро кончается. Вы ничего не заметите, даже все промалькнет. У нас просто дедушка верующий был, ему 83 года, он умер. И он сказал, типа, мне памятник не ставьте, поставьте мне крест. Ну, мы ему поставили крест. Правильно, а зачем памятник? Крест он напоминает о распятии Иисуса Христа, что он умер за наши грехи. Ну, понятно. А вы посты не соблюдаете? Нет. А почему? Ой, да у меня времени нету соблюдать-то. А его время как раз и не надо. Наоборот, время свободное будет. Ничего не готовить. Кусочки хлеба, вода. Совсем не готовить. Да, я и так все время на работе пропадаю. Но если человеку дается выход из тюрьмы... А вам сколько лет? Выход из тюрьмы, если человеку открывается дверь, а он говорит, у меня времени нету, никто в это не поверит. То есть он не осознал, что ему свобода пришла. Вы ставьте вопросы такие, которые касаются вашей души. Как вам выйти из этого состояния? Как приблизиться к Богу? Для вас Иисус Христос с кем является? Ну, наверное, ангел наш, не знаю. То есть не знаете. А он умер за наши грехи. Это Сын Божий. От Девы Марии и Духа Святого. И в 30 лет он вышел на проповедь. Его распяли. И теперь, веруя в Него, мы имеем жизнь вечную. И нет другого имени под Девом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Никакая вера ничто не спасает. Спасает Христос своей жертвой. Он умер за нас. Это главное, что есть в этой жизни. Найти Бога и примириться с Ним. Потому что все в этом мире кончается настолько быстро, что человек моргнуть не успевает. Мгновение ока. Ладно, ищите. И мы вам дали большие ресурсы. Вы там найдете все, что желаете. Если поставите во свете Библии, и уже не YouTube, а сайт напишите, вы зайдете на наш сайт. Во свете Библии, да? Да, во свете Библии, сайт. И там тысячи вопросов, которые я отвечал в университетах, по радио. И вы можете их узнать. Вы здесь дома, находясь, можете кончать любой институт. Вот так. Ну ладно, с Богом. С Богом. Обратились на путь истинный. Да, есть, слушают. Но мало. А что? Слушать-то плохо. Ну, не лучшее место для такого. Ну, есть выражение такое. Не здоровые имеют нужду во врачи, а больные. Ничего не выражение? Ну, конечно. Вы знаете, что Христос умер за грехи людей? Да. Он умер за нас, чтобы мы имели жизнь вечную, чтобы простить нас, ибо за наши грехи уже отвечено. И Господь говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. А где это Он сказал так? Это Он сказал так. Евангелие от Марка, 16 глава. А как Бога зовут? Бога зовут, Он сам сказал. Как тебе имя? Он говорит, Егова. Правильно. Классно. Восемь раз это имя встречается во всей Библии. Ну, да. Ну, сейчас. А под словом Господь, а под словом Господь это имя скрыто 7200 раз. Да. Раньше было Егова 7000 раз. Это сущий, то есть везде присутствующий, и всегда существующий. Ну, понятно, да. Почему в Деяниях Апостолов, в 4 главе 12 стих написано, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Никакие религии, ничто не заменят имя Иисуса. А имя Иисуса что дает? Имя Иисуса означает спаситель. Он спасает нас. Крови своей омывает. Ну, а мы уже один раз. Ну, значит, нужно жить в Боге. Почему? Потому что никакие блудники, пьяницы, табакуры в Царство Божие не попадут. Они погибшие будут в озере огненном, где плащ искрежет зубов. Огненное озеро? Это где в Библии? Да, это в Библии написано. А где написано? Матфея, 24 глава. И пойдут, говорит, все. И 25-е. Если Бог решил на себя принять грехи, зачем Он тогда в ответ ждет от нас, чтобы мы не молились? Надо осознать себя не просто грешником, а погибшим навсегда. И тогда поверить, что за нас принесена жертва, за наши грехи. Христос умер за нас. Чтобы мы были благодарны Ему и жили для Бога. Писание говорит, Евангелие от Иоанна 3 глава. Верующие в Сына Божие и имеют жизнь вечную. А неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. 36 стих. А про огненное озеро какой стих? Озеро огненное будет брошено. Это написано 13 апокалипсис. Куда будет брошен сатана? А теперь муку вечную. Матфея 25 глава. Прочтите. Матфея. Евангелие от Матфея 25 глава. 25 стих. Да. А в конце посмотрите. Пойдут, говорит, все в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Ну, в муку вечную. Но про озеро огненное ничего не написано. Да, вот озеро. Еще огненная река потечет. Вот это написано же. У Даниила написано, говорит, и перед престолом его протекала огненная река. А для чего она? Спасибо вам большое. Слава Христу. Если вам нужно больше узнать, вы можете зайти на наш фото, YouTube канал, Во свете Библии. Как? Во свете Библии. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Это моя фамилия. Игнатий Лапкин. И вы сразу откроете его. Там у нас 14600 роликов. А зачем Бог нас создал? А для того, чтобы мы с ним царствовали всегда, навеки. Чтоб человек был искуплен, и в царстве Божьем был с ним. А человек пустился во все тяжкое. Человек определенная цель. Он же знал, что так будет. Повторите. Он же знал, что так будет. Конечно, конечно, знал. 138-й псалом говорит, «Очи твои, Господи, видели зародыш мой. В твоей книге записаны все дни, для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». А если вы думаете по скайпу встретиться, просто зарядите Игнатий Лапкин, и вы на меня выйдете. Божие над землею. Вы не знаете, какие события дальше будут. События, которые потрясут весь мир. Погибает 2,5 миллиарда людей. Будет царь один над всей землею, в Иерусалиме. И будет царствовать ровно 3,5 года. И придет всему конец. Люди верующие уже сегодня, зная это, молятся. А они верующие, что они? Просто так, как ветер, как мусор, летят перед ветром. Зачем родился, как жил, ничего не знает. Великий дар Бог дал, жизнь одна, неповторимая. И с чем ты придешь к Богу, к престолу Божию? Бог дал землю, солнце, воздух. Все дал. И сердце, кровь гнала по жилам. А человек ничего не знал. Такой богатый русский язык, и так засорили его мерзостью. А нет бы в это время, учил хотя бы китайский язык, или японский. Если коснись любого-то, ничего не знают. Только воображают. Что знают? А что, говорит, знают по природе, как бессловесное животное, тем растлевают себя. Ну, прыгать. Бык на корову, козел на козу. У вас, может, какие вопросы есть? Правильно, так выйдите на свет Божий, то поговорим. Я вам великие истины возмещу. Выходите, не бойтесь, никто же не тронет. Понимаете, батюшка, у нас сейчас это просто ночь. Свет отключили дома, и я черный. Ну, даже если ночь, вы же не спите, выйдите на свет, и мы поговорим о важных вещах. Каких? Я пришел к вам, стою около дверей. А, сейчас. Давайте, выходите. Вышел. Просто показывать не буду. Да. И будете задавать какие вопросы, я вам буду отвечать. Давайте. Давайте, покажитесь, какие вы есть. А вам зачем? Ну, как зачем? Я должен с кем-то разговаривать. Как зачем? Я же к вам не буду свататься-то. Я старый, мне 80 лет. Поднимитесь, как следует. Я вам буду рассказывать о Боге, о Вечности, покажу Библию. Хорошо, смотрите. Повыше сделай себя так. Смотри внимательно сюда, не бойся. Это вот книгу такую видал когда-нибудь? Библия. Церковь ходила. Вот, это Слово Божие. Здесь говорится, как Бог сотворил человека. Да. Как люди пали, согрешили. Да. А потом, как пришел на землю Иисус Христос, Спаситель, и умер за грехи людей. И кто будет веровать в Него и креститься, будет спасен. Бог дарует жизнь вечную. У вас... Я покажу. Вот, если вам будет желательно поближе познакомиться, вы в Ютуб зайдите и зарядите «Во свете Библии». Вы на наш канал выйдете. Наш канал «Во свете Библии». Во... Во свете Библии. Хорошо. Ну, да хорошо, запиши. А то уйдет. Да, давай. Во свете Библии. Видите, как во свете-то хорошо. Вот, я свет включил. А рядом напиши «Игнатий Лапкин». И тогда откроется. И можете по скайпу под это имя, фамилию зайти. Я один с этой фамилией. И какие вопросы есть, зададите. Хорошо. Слава Христу. Вопросы есть какие-нибудь? У меня нет. Нету? Ну, с Богом тогда. Да, вы далеко находитесь? Где? Это Новосибирске. Новосибирск – это наш сосед. Мы Алтайский край, Барнаул. А сколько времени? У нас времени сколько? Ну, я сейчас посмотрю. Пять часов пятьдесят четыре минуты. Пятьдесят четыре? Да. У меня часов пятьдесят шесть минут. Ну, может быть и так. Тут минуты... Ну, у меня вроде бы правильно идут. Вот даже пятьдесят... Уже шесть минут показано. Прямо. Шесть часов пятьдесят шесть минут, да. Ну, вот так. Ну, тогда раз вопросов нету, прощаться будем. С Богом. Хорошо. С Богом. С Богом.